приветствую всех трейдеров с вами аркадий романович сегодня разбираем индекс nasdaq и разбираем ключевую идею на сегодняшний день 9 01 23 закончились праздники работаем на предыдущих сессиях тоже были хорошие сделки я них писал в telegram канал ссылка на telegram под этим видео ну и поехали давайте разберем что сегодня я предполагаю мои основные идеи и так это дейли график да все свои идеи формирую на дневном графике инструмента делаю это либо за несколько часов до открытия торговли вот сейчас около 12 по москве либо это делаю за минут 15-30 но сейчас есть время поэтому разбираем и так поехали что мы здесь видим первую очередь я смотрю на предыдущий торговый день как цена торговался от предыдущий день это пятница мы видим рынок открылся ушел вниз и по итогам дня закрылся выше максимум этой свечи этой свечи мы закрылись выше двухдневного диапазона и вот эта свеча одна из самых широкодиапазонных свечей вверх бычьих свечей если вы смотрели ли читали мой блок в телеграме я говорил о покупках вот здесь разбирал сделку тоже посмотрите как она состоялась там подробные скрины все поэтапно и пошагово но сегодня видим рынок открылся вот здесь открытие видите вот здесь и открылись с разрывом то есть неделя открыл с гэпом вверх с гэпом вверх и чаще всего одни как который открывается с гэпом вверх за исключением пред новогодних рождественских дней либо дней когда рынок скажем так торгуется на малом объеме при меньшем количестве заинтересованных участников обычно еще раз говорю это бывает новогодний предновогодний рождественские дни но сейчас все праздники закончились и рынок торгуется как обычно видим что рынок открылся гэпом и гэпом вверх после бычьего широкодиапазонного дня и когда цена открывается гэпом вверх после такого дня как правило следующий день по инерции тоже бычий и здесь два сценария как я планирую участвовать в свою американскую сессию сценарий 1 это пробой максимума это максим сегодняшнего дня и структура слева видим практически один горизонтальный уровень если на моей торговой сессии рынок начнет пробивать и уходить выше вариант а я буду покупать на своем рабочем минутном графике по кластер трейдер системе сетей с на пробой либо на коррекциях на коррекциях например вот к этому уровню например рынок уйдет вверх на моей торговой сессии или до моей торговой сессии либо на коррекциях я буду искать бай сигнал либо по ходу движения искать сигнал на покупку на своем рабочем графике и это все потенциал от сюда вот отсюда до сюда смотрим налево где у нас предыдущий уровень сопротивления здесь структура видим еще один важный уровень сопротивления вот здесь поддержка поддержка и здесь мы тимурой 120 то есть вот это все это первый потенциал это второй потенциал кстати какие огромные возможности могут сегодня открыться по индексу на знак это первый вариант второй вариант что тоже происходит быки пытаются атаковать атакует рынок дальше не уходит пом отваливается и корректируется к максимуму слева точник максимума к структуре слева которые образованы вот этими двумя максимум и и мы здесь видим тоже предыдущую зону сопротивления таким образом я ожидаю либо на своей торговой сессии не знаю что будет 16 часов еще довольно много времени либо если к моменту начала торгов цена будет здесь или будет опускаться в эту зону то я буду искать покупки напротив вот этой структуры слева то есть buy здесь для меня с потенциалом вот таким либо buy здесь если цена будет пробивать но что важно моя система кластер трейда дает мне очень точные сигналы и на своем рабочем минутном графике я оцениваю состояние рынка тоже и только на дэйли потому что если мы пробьем и у меня не будет сигналом цена пойдет наверх это не имеет никакого значения мне нужны конкретные сигналы моей системы на минутном графике на дэйли графики я смотрю и определяю ключевую идею куда я буду вставать вверх или вниз и где я это могу делать а минутный график все детали уточняют место входа время входа стоп-лоссы тейк профиты буду ли я наращивать позицию система мне дает абсолютно полную картину как мне действовать на минутном графике и когда я уже заранее знаю в каком направлении это нужно делать и как у меня потенциал все становится намного проще я не смотрю на сел сегодня не планирую продать но это не за что рынок не может сегодня оказаться здесь легко когда идея работает как это было давайте разберем сделку если вы подписаны на мой телеграм-канал там посмотрите есть эта позиция которая принесла 1280 долларов на этом отрезке я заработал как это произошло вот здесь был бы сигнал стандартный тисси bay сигнал если вы знакомы с моей системой это сигнала когда при которой мы торгом либо на отбой от уровня либо на пробой здесь на отбой и и ключевая идея была такая что я планирую покупать это пятница я планирую покупать почему одессе я планировал покупать потому что надо или графики вот она свеча вот он да или график вот она свеча вы здесь я покупал вот в этой зоне тестировала предыдущий уровень поддержки смотрим левее еще поддержка ведь и да вот здесь посмотрите на график смотрим поддержка поддержка играться на сюда стала подходить план был такой если рынок видит эту зону и даст мне сигнал на минутном графике я буду покупать что произошло на минутном графике в это время давайте перейдем снова мы видим что рынок на открытие точнее на открытие на премаркете когда вышли новости в 16 30 по москве взлетел улетел выше и затем снова вернулась и сформировала вот этот идеальный tc by сигнал подробные скрины в телеграме ссылка под видео смотрите изучайте что еще здесь важно ведь не просто важен сам сигнал я еще смотрю на обстоятельства в которых он появился на своем рабочем графике это все происходит в моменте а если вы обучаетесь у меня то вы прекрасно знакомы и с этим сигналом и с тем как мы его используем что здесь нужно отметить первое здесь нужно отметить то что наш тренд фильтр зеленый все это время был и здесь стал желтой то есть это скажем так не отменяет tc by то есть я торгую этот сигнал в том состоянии рынка в котором лучше всего работы по направлению тренда и в консолидации то есть это переходная фаза вот здесь мы видим рынок а быки немножко стали терять скорость и рынок стал опускаться что еще характерным видим раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять семей в течение десяти минут цена практически падает без остановки без коррекции очень очень быстро и когда такое происходит и наш тренд фильтр не окрашивается в противоположный цвет данном случае в красный это еще одно доказательство того что скорее всего это движение скоро прекратится вопрос где она прекратится и появление этого сигнала после всей череды события которых я сейчас рассказываю указывает на большую вероятность разворота дисбаланса еще что важно если мы возьмем вот это место где у меня была покупка вот здесь и посмотрим до ценности потому что вот эта цена по которым покупаем а это ценность ценность это точки волатильности мы их называем фидас фиб это фибоначчи то есть они строятся на основе фибоначчи датс точки отображаются на графике видит точек это расстояние просто огромное действие мы посмотрим в пунктах отсюда до сюда это свыше сотни пунктов то есть мы видим что цена на очень важной дневной поддержке раз мы видим существенно сигнал на бай здесь когда этот сигнал появляется после череды медвежьих свечей при этом наш тренд фильтр не окрашивается в красном по-прежнему желтый это указывает на то что здесь рынок может начать разворот на все откуда пришел с ключевой идеей почему я не фокусируясь например вот идеальный сигнал на сел на самом деле есть тоже расстояние до ценности чуть ли не такой же 100 пунктов до 90 мы едем до белых точек что мешает здесь продавать это не входит мой ключевой план это не значит плохая плохая сделка плохой сил мне нужно пофокусироваться на одной из я фокусирую и там бай селл и бай селл да в некоторых случаях это работает но чаще всего это ведет к тильту мы начинаем переторговываться понимаете вот чем дело я не хочу переторговаться но в отдельные дни это может показаться очень крутым что-то супер здесь селл здесь по евгений мам не проснулся и это может еще раз говорю работать вот здесь например этим бай сигнал тиси баллон селл бай и везде прибыль 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 круто очень правда но еще раз говорю в отдельные дни это будет так казаться но очень легко заиграться поэтому фокусируясь на одной идее или бывает такое что в течение дня две идеи имеют конкретные рамки сейчас мы сюда это может подойдем если будет время и что еще здесь я вижу вижу это свеча на который появился тиси бай посмотрите она ушла ниже минимум предыдущий свечи она закрылась на своей макушке и и закрылся выше максимум этой этой свечи это все происходит буквально вот когда идет торговля но в течение минуты я разжевываю это чтобы понимали что стоит за этим прекрасным профитом то есть на что видит мой глаз что я вижу видит наши трейдеры ведь если мы воспринимаем информацию на основе визуальных ориентиров то мы будем делать деньги потому что твердый то что можем измерить и провести соответствующий анализ посчитать а если на основе чувств того что мы думаем или чувствуем или ожидаем что якобы такой может быть без аргументации то это пустое потому что каждый раз это разное ощущение мы можем испытывать разные эмоции чувствовать себя по разному а когда процесс одинаковые он строится на визуальных критериях каких например фибдац расстояние легко могу посмотреть точка волатильности здесь цена здесь тиси бай здесь тренд-фильтр здесь вижу или нет сто процентов затем рынок стал расти и мой план был такой что если быки сильны мы должны постепенно формировать новые максимумы то есть выходить из этого флэта здесь мы видим рынок взлетел коррекция но максим коррекция но максим коррекции вот она пошла поехала мы видим что цена здесь преодолела точки волатильности и мы видим бычи свечи очень широкодиапазонные посмотрите когда цена росла за эти на эти свечи особенно вот здесь ключевой момент когда мы обновили предыдущий максимум пробили точки волатильности а там рынок снова сюда к этой же зоне пришел и пошло поехало пошли усиливаться вот здесь мы видим тисисел сигналы пошли на который указывает на то что рынок может продолжить движение вверх почему потому что цена их стала обновлять признак силы быков наш тренд фильтр уже стал зеленый и здесь мы можем нарастить объем например добавить нам в этой зоне моя робота еще предлагали нарастить объемы потом мы видим коррекция то есть еще можно добавлять добавлять но у меня такой задачи не было у меня была задача зайти и выйти скажем так у ближайшего ключевого уровня у ближайшей ключевой зоны причем по времени был довольно уже поздно и я вышел здесь хотя если мы используем функцию трейлинг стопа например двигаем по точкам фидас до упора то мы выходим на максимуме дня мы если отсюда зашли скажем вот здесь мы где-то вышли это просто сумасшедшие деньги всего лишь за одну сделку без наращивания без добавления к позиции это три сотни пунктов я вышел раньше она тоже сделал сделал хороший профит и всего лишь одна сделка вам достаточно одной и двух сделок за полтора там два два с половиной часа когда вы торгуете чтобы чтобы обеспечить себе отличный финансовый финансовый результат при условии что рынок двигаться с рынок стоит либо у вас не будет сделать либо выйдете по нулям там либо с небольшими убытками все но когда рынок двигается вы будете делать профиты и сможете заходить на скажем минимуме дня вот он минимум дня потом максим не зашли на минимуме дня вышли на максимуме это возможно абсолютно при грамотном анализе при грамотном подходе вот сегодня я предполагаю что мы можем увидеть инерционный так называемый день то есть когда предыдущий день был восходящий и следующий день цена тоже продолжает расти при том что здесь есть аргументы видят гэп и если мы пробьем закроемся выше максимума в идеале вот это должны пробить этот максим слева для большей уверенности если мы его пробьем то первый сигнал на бай если они у меня здесь будут возникать я буду покупать теперь я еще посмотрим кое-что по потенциалам возьмем туда большую бычу свечу она у нас получилось 40 400 точнее пунктов здесь посмотрим 250 200 300 и в среднем где-то 300 три сотни 250 пунктов средний ход то есть сегодня мы прошли только 50 то есть нас еще 200 пунктов впереди до обратите внимание как раз вот этой структуры если рынок пробьет который и дойдет сюда это будет примерно соответствует среднему ходу за последние вот эти несколько дней на скажем 23 года вот эти дни на первые дни 23 года и это укладывается в норму что рынок хоть в среднем то есть возьмем еще раз подчеркну последний пусть будет пять свечей 6 свечей 6 предыдущих дней то средний диапазон от максим до минимум был примерно пусть будет 25 пунктов прям по нижней даже границ 25 пунктов и сегодня прошли только 50 точнее это не 25 250 и мы только 50 еще 200 пунктов впереди это будет средний ход как раз совпадает с уровнем и ничего посмотрите не мешает рынка двигаться вверх то есть вот это все мне дает скажем так фокусировку то есть я полностью сосредотачиваю свое внимание на этой идее и они я не думаю о том что рынок может пойти в обратную сторону да потому что сегодня для меня очевидный сценарий если она пойдет в обратную сторону я просто буду сидеть и ничего делать не буду потому что я знаю что когда рынок идет мою сторону куда я ожидаю я сделаю профит таким образом мы не переторговываем ся мы не тильтуем мы не можем слить большие деньги потому что если вы откроете одну две-три сделки с умеренным даже процентом риска депозит но вы не можете его слить или пойти в глубокую просадку но как правило мне одна-две стрелки течение сессии по одному инструменту и берите несколько символов два три может быть четыре определяйте там ключевой идеи иногда бывает так что у тебя нет идеи смешно графиком пустой но нет там ничего просто игнорируем его и все но здесь есть и на мой взгляд хорошие шансы либо если он будет прессинговать вверх либо если он будет корректироваться вот сюда мы можем перейти на час часом графики это увидеть вот здесь ведь вот она структура может даже зону выделим вот сюда вот таких два отличнейших сценария еще раз они прогноза не рекомендации если вы хотите получать от меня прямые наводки на то что может быть где наиболее вероятный вход где наиболее вероятный выход из позиции куда-то может прийти сигналы то это добро пожал сигнальный чат уже с 16 января он стартует я вам буду прислать свои идеи это скажем так фрагменты до того что будет это ознакомительная часть можно так сказать очень это потенциал на мой если будет пробивать если сюда скорректируется табай то есть байзона здесь на минутке я буду ожидать байзона здесь ну и дальше например рынок может расти расти где-то здесь тоже могут быть покупки до тех пор пока мы не пришли сюда потому что это уже зона сел да и я нибудь не планирую здесь продавать но я должен иметь ввиду что это важная зона сопротивление еще у меня есть плана я своим трейдером закрытом канале телеграм присылал под wti это нефть еще эти остатки анализа но там к сожалению к моему великому сожалению цена уже много прошла мы едим сегодняшний день уже 26 27 что с 8 долларов точнее 2 и 8 долларов 28 долларов очень прошла и я уж предполагаю скорее продажи чем покупки но это все это все позже в общем подключайтесь к моему профессиональному сообществу становитесь лучше учитесь правильному подходу правильному анализу графиков но при этом основана только на визуальной информации тогда ваш трейдинг будет простым легким и знаете как торговля выпить и не через на там сопротивление внутренние какие-то сомнения или разочарование на торговля будет идти хорошо при меньших усилиях чтобы быть меньше торговать меньше стрессовать меньше подвергаться эмоциям тильту и будете фокусироваться на 1 2 может быть трех ключевых вариантах развития событий или комбинациях на вход в рынок и это легко контролировать когда вы фокусируетесь на небольшом количестве возможных сигналов до или паттернов и это легко отслежить это легко тестировать и легко размножить на три-четыре графика и там где ситуация хорошая то есть равно гуляет рынок двигается там вы можете получить колоссальное преимущество и заработать большие профиты все это возможно подключайтесь к нам и до встречи онлайн пока